Музы Головомойка Санны Мангайт и Ольгой Шакиной Здравствуйте, в эфире программа Музы фармацевтика Да, и сегодня мы проводим операцию чистые руки, врачуем язвы общества И зовут нас Ольга Шакина Мангайт И, собственно, мы решили начать программу с событий недельной давности А, собственно, о том, как ходил главный интеллигентный человек в стране на выставку Караваджо В то время как все были на Триумфальной площади, главный интеллигентный человек пошел на Караваджо в Пушкинский музей Выдался свободный часок И вот пришел в Пушкинский музей Владимир Владимирович Путин А там Елена Александровна Антонова, директор музея с 1951 года, если я не ошибаюсь Случайно оказалась Случайно оказалась Смотрит он выставку Караваджо Пришел в восторг Всего 11 работ Мне кажется, вот это вот он с Антоновой А вот эта работа, которая ему должна была понравиться Почему-то я считаю, что вот эта работа ему понравилась Ян Креститель и Барашек Но не в этом дело Уже на следующий день Елена Александровна дала ответный визит Владимиру Владимировичу Буквально в Кремле И 40 минут они обсуждали все проблемы в музее И теперь в музее проблем нет Казалось бы, вот говорят, не пошел на Триумфальный Да Не повязал белый бантик А сколько добрых дел сделал? А что там у них теперь будет в Пушкинском музее? Что у нее не было проблем? На Триумфальный уже все нормально, там ограждение А Пушкинский музей теперь будет в полном шоколаде? Окей А все потому, что у него открывается новая хорошая выставка Выставка Знаменитого художника какого? Знаменитого деятеля журналистики, как сказать, Генриха Боровика Черт побери А что он там выставляет? Тексты? Писущие машинки? Он выставляет свои фотографии, сделанные еще 40 лет назад Казалось бы, вот человек всегда был списан в конъюнктуру Вот что называется успешный журналист Нынешним-то надо поучиться И при Брежневе Нам с тобой И при Андропове, и при Черненко Естественно, при Горбачеве При всех у него с него было все в порядке А при Путине он уже выставляется в музеи Мне кажется, что все идет только на повышение А что выставляют? Вот эти вот фотографии в 100-летней давности, да? Да, свои Ставители это хорошие Это хорошая фотография И абсолютно годы идут, конъюнктуры не меняются Да, все по-прежнему А в это время? В это время? Сейчас вот КВН буквально будет очередная сессия Которую руководит кто? Александр Васильевич Масляков У которого недавно Интересно, да? Мы думаем, какие-то другие ответы на этот вопрос Кто? Нет, мне неизбежно Кто руководит? Да, какие могут быть Нет, без шансов, без вариантов Короче говоря Значит, руководит Александр Васильевич Масляков У которого совсем недавно Меньше месяца назад был юбилей Но об этом никто не узнал Потому что он скрывает свой возраст Примерно с начала 60-х Когда начал карьеру на телевидении Все правильно, человек меньше 70 И не может руководить молодежным шоу То есть ему все это время 70, что ли? Ему опять 70 Опять 25 70 again И вот мы с Ольгой задумались А какие же Вот правду Действительно Откуда такая молодость? Как вот эти вот Лицо такое Гладенькое Ухоженное Алексей Васильевич Такие мюарщинки Да? Как это так получается? Как ты думаешь? Я вот тебя как фармацевт фармацевта спрашиваю Черт побери Мне кажется Средства какие-нибудь Мне кажется Макрополосы Отхаркивать что-нибудь Короче говоря Только и дело Что отхаркивать На самом деле Конечно лифтинговые маски Я о них ничего не знаю Честно говоря Вот Но Мне кажется Может быть дело в том Что он перед тем Как начать карьеру на телевидении Немножко поработал инженером Да Целый год работал инженером Казалось бы Какая связь Да никакой связи Просто факт нашли Хороший Смешной Рассказать захотели Короче говоря Очередной неувидаемый персонаж Эдгар Гувер Который 155 лет Возглавлял ФБР Вот Американский Американскую разведку Как бы о нем Никто и не вспомнил Да Вот О нем бы никто не вспомнил Но тут о нем Мартин Скорсезе снял фильм Ты мне рассказывала Он управлял ФБР При трех президентах Америки По-моему даже больше Да Он как-то Дикое количество их пережил Вообще-то было дикое количество Мы как раз С Ольгой обсуждали На досуге Что он пережил Дикое количество Президентов Америки А в России это невозможно В России тут попробуют И короче говоря Значит главная роль Леонарда Дикабрия Невероятно удачно состаренной Вот Ну давай Рассказываем Как ты видела его Как меня Да Значит я видела его Хорошо отрепетированного Я видела его Как тебя В Лондоне И пару лет назад Он классный А я ему как вообще Нет на самом деле Леонарда Дикабрия Никаких признаков старости Никаких признаков Нестарения Духовера не выказывала Духовера да Ничего не выказывала А тут просто невероятно Крутой гримур Ты обещала мне не упоминать Слушай нет Я не мог Не хотелось бы упоминать В каждой программе Сергея Безрукова Его резиновую масочку Леонарда Спасибо что живой Поехали дальше Тем не менее Да Стоит гримерам Поучиться У гримеров Скорсезе Да И вот настоящая сенсация Этой недели Тема вечной юности продолжается Да Кокорики начала Выходят в прокат Не шарики начала А кокориками Они называются В международном прокате Крайне популярный Анимационный продукт Единственный наверное Мультипликационный бренд Российский Который Вообще Известен за рубежом Мы кого знаем Мы знаем Нюшу Нюшу Собственно это и есть Нюша Манга Это ее Нюша Значит да Ее зовут Роуз Кстати Тетя Роза Тетя Роза А у меня почему-то Бараш Раньше он разговаривал Нет Испугался Нюшу Все Все Он отхохотал уже Нервный смех Хорошая точка Нет Подожди Мне на самом деле Нужна была конечно Савунья Потому что ее Как раз Международной версией Зовут Ольга А вот представь себе Вот мы начали бы программу Вот будь это Реальность кокориков Здравствуйте В эфире Кокорики Головомойка Сегодня Ходили интеллигентные Кокорики на этой неделе Естественно Главный кокорик Ходил на выставку Караваджи Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...